Всем здарова, всем привет и вы на канале Гамбита. Здарова народ и в этом видео мы поговорим про нашумевший патчноут, который я не разбирал из-за отсутствия света, но который наделал очень много шума и я бы хотел высказать свою реакцию, ну показать именно свою реакцию на этот патчноут. Вот, и вместе с вами разобраться, что ж здесь такого критичного на самом-то деле. Вот, и да, усаживайтесь поудобнее, вот, видео будет немножко разговорным, вот, поэтому можете немножко насладиться тем, что нас ожидает в будущем нашей игре Северный Синс Гранд Кросс. Вот, и начало у нас идет приветствие, так же самое, как я приветствую вас и прошу подписаться на канал. Вот, и первая глава у нас идет о лототоске. Вот, да, гугл-переводчик у меня очень хороший, явно не бракованный. Это рототоск. Вот, и это моменты, которые, скажем так, первая глава этого патчноута, который говорит о том, что вот мы выпустили Биста. Вот герои, которые их прошли. Там на Япе, Крея, Глобале, как я понял. А Шира прошел. Это я не знаю. И Гон прошел. Вот, Гон при этом, да, красавчик. Он смог пройти одними с первых. Вот, и ушел. Ушел Крисбокс. Можно просто Тиргона называть ушел Крисбокс. Вот, шикарная тема. Вот, одобряем. Вот, им выражают благодарность за то, что они одним из первых прошли этого рототоска. Вот. И дальше идет, скажем так, некоторое сравнение старых бестов. То есть, у нас есть волки... Не, это олень, волк, нитхёк и ротоск. И неожиданно для разработчиков ротоск получил чуть больше интереса к себе, нежели предыдущие бесты. Наверное, потому что мы больше прокачаны по сравнению с первыми бестами, да. То есть, например, если взять того же самого Хрисвеллига, которого нет в этом сравнении. То я уверен, что Хрисвеллиг был бы еще намного ниже. Потому как это первое. Это бест был первым, и мы не знали его механики. Второе. Полторы тысячи обороны, либо там сколько там он получает на четвертой фазе первого этажа. Но это было непробиваемо даже для китов. Вот, поэтому мы его особо не проходили. Вот. И там было еще куча всего, помимо того, что у нас не было апрофитных героев. И даже когда вышел апрофитный герой Мигельда, по большей части, когда я ее крутил, все ржали надо мной, типа, в плане того, что она никогда не будет играть на Хрисвеллиге. То есть, было именно такой буллинг в мою сторону. Когда я говорил, что Мигельда, скорее всего, у нее в пассивке прописано, что она падрота под Грифоной, она будет играть. И даже тогда, типа, люди в это не верили. Вот. И потом только в дальнейшем, когда Мигельда получила реликвию, она стала валуевной на этом бессе. До появления реликвии, понятное дело, Мигельда была, ну, так, посредственным героем, но именно целенаправленным на этого беста. Вот. И после этого мы начали разрасти. Да, олень получился чуть попроще, мы его проходили лучше, там механика куда приятней. Вот. И с той же самой стойкой Дианы, либо Матроны, мы могли пройти вполне спокойно и даже побудаться с третьим этажом. Вот. Болки оказались и тяжелее. Нитхёк оказался еще более тяжелее. Тяжелее. Вот. Там даже какие-то ели проходили его. И РТОС, на удивление, оказался более лояльным к пользователям. Хотя, опять-таки, как показывает вот этот график, и красным указан РАТОСК. Вот. 10% шанса победить первый этаж. Около 12% победить второй этаж. И третий этаж только процент мог победить. Как раз из-за того, что, во-первых, это третий этаж. Во-вторых, одна из пассивок сломана. И когда эта пассивка падает несколько раз подряд, а там пассивка по истощению шкалы суперприемов, когда РАТОСК прыгает с гнезда на гнездо. Хотя она должна работать по-другому. И банальное выгорание от того, что эта пассивка падает по КД, мы забрасывали третий этаж. Поэтому мы его не допроходили до конца. Это основная идея. То есть, то, о чем рассказывали ребята. То есть, эта пассивка, именно этого, этого кресеныша, она должна была истощать, когда мы переходим с фазы на фазу. А так, получается, что РАТОСК постоянно нас истощает. Нет взрывного дэмэджа от ульты Мелиодоса. Нет возможности крутиться через Лис, потому что она постоянно в 0 арбах. И это прям реально очень большая проблема, когда мы теряем хил от нашей Элизабет Эларны. Даже те статы, которые у нас есть, нас не спасают. Потому что Милл хилится, например, Лиска хилится. А вот Кинг и Мерлин, это все, это габельник. Вот, да, сейчас выходит МК Валентий 2. Но опять-таки с выходом МК Валентий 2 это не тот герой и не в это время. И я обосную дальше, почему это не тот герой и не в то время. Вот. Ну да, типа статистика прикольную привели разработчики. Это хорошо. А дальше немножко поговорили в плане самого, типа, беста. Немножко извинились за сломанную пассивку. Ну, немножко извинились. Это же наши разработчики, ребят. Дальше родился о реорганизации системы и контента. И первый выделен с шлирным шрифтом. Капитальный ремонт пользовательского интерфейса и информационного удобства. Они решили переделать интерфейс. Хорошо это, плохо. Ну, наверное, хорошо. Но, опять-таки, вначале нам будет немножко непривычно найти ту или иную функцию, Которую мы привыкли в старом интерфейсе. Но это, опять-таки, переделка интерфейса. Потому что разработчики хотят повкидывать еще несколько новых обновлений, Новых уникального контента. То есть, такого плана их хотят закинуть в нас. А места-то нет. Куда? У нас так король демонов чуть выше Хоук Пасса, типа, висел. Как будто это ивентовое событие, а не на постоянке. И только недавно оно стало нормально стоять, типа, в меню битвах. Ну, нет. И то они убрали, вроде как, убрали эту самую башню испытаний. И с списка для того, чтобы добавить туда. Давайте еще уберем этап противохода. Типа, зачем? Там просто гемы и билеты. Ну, давайте его тоже уберем. Ну, то есть, такого, потому что Фильфорта солгались, перенесем. Вот. Поэтому ребятам нужно немножко подумать в плане того, чтобы сделать интерфейс более удобным. Да, он сейчас прикольный, но новые функции банально не встают в наше вот это вот... Повседневное, скажем так, рутинную активность. Вот. Второе, это, кстати, рутинный контент. Вот. И корректировка компенсации. Здесь, ребята, посмотрели, что Искатели Приключений играют небрежно в Северный Синскрам Кросс, ежедневные миссии или Хоук Пасс. То есть, Хоук Пасс мы особо не выполняем до конца и ежедневки мы особо не выполняем до конца. Хотя, на самом-то деле, ежедневки выполняются, ну, в течение часа. Вот. Просто засесть. Единственное, что... Ладно, новая возможность проходить всех басов сразу. Это три баса, там, пять боев по УПХе сыграть. Ну, три боя прям под ежедневку, в случае чего. Бесплатный этап Шпильфорта Солгалис, немного качнул экипу, немножко удалил экипу. Прошел бесплатный этап по квесту. Все. На этом, в принципе, все закончилось. Ежедневки по факту закончились. Вот. То есть, чисто билетиком, все остальное. То есть, в течение часа это все дело проходится на ура. Я, как человек, у которого нет света, и которому нужно очень быстро пройти все ежедневки. Ну, да, я справляюсь в течение минут 15. Я не шучу, реально минут 15. Ну, минут 20, ладно, пускай. Без ПВП. Без ПВП, минут 20, потому что ПВПшки, я люблю там немножко больше посидеть. Так, воздушная тревога. Это не то, что нужно вставлять в этот видос. Вот. Поэтому, в плане корректировки этих ежедневок и усиления наград, я очень хочу увидеть именно усиленные награды. Потому что получать, по факту, ничего же за ежедневки, это, конечно, хорошо. Но хотелось бы чуть больше. То есть, 4 гема, немножко материала в усилении внешки, 1 коин суперпробуды. Да, в месяц это 30 коинов. Там, типа, 30 материалов усиления внешки. Это в месяц. Ну, то есть, я понимаю, что это дополнительный ресурс, который нам что-то дает. Но его мало. По тому, как выходит герой, но этого мало. Ну, хоть нужно больше, особенно ребятам фри-то-плеерам, либо новичкам. Я понимаю, там фри-то-плеер, окей, хорошо, это у нас отдельная каста, которые ничего не донатят, но при этом сидят на 10-12 лямниках. Почему они донатят? Потому что долго играют. Тут больше именно момент заключается в том, что молодые игроки, когда приходят, им этого не хватает. Мне, например, 30 монет суперпробуды в месяц. Но это нормально. У меня почти все герои прокачаны, поэтому я проблем с этим не испытываю. А вот новые игроки, которым нужно всех прокачать, начиная с арных и с арных героев и заканчивая всякими фестивалями и тому потом плана, это нужно больше. Им нужно в разы больше. Поэтому здесь переработка, ну, блин, я вернул, если бы они еще давали бонус за БК-коробки. Чем меньше у вас БК-коробки, тем больше у вас бонус от ежедневок. Это было бы вообще шикарно. То есть новые игроки получали бы кучу ресурсов. Вот, игроки, которые хотят вернуться, они бы получали бы кучу ресурсов. Да, намного больше, чем киты, которые постоянно играют. Но киты, у которых постоянно играют, и так ресурсов за глаза. Вот, у меня уже все герои сотового левела, и даже если сейчас выйдет коллап на 4 героя, я этим всем 4 героям сделаю сотовый левел сразу, в первый же день. Потому что мне ресурсы хватает. То есть это проблема китовых аккаунтов на старых игроков, которые еще подоначивают в игру. Им хватает ресов, а для молодых не хватает. Дальше, третье, облегчение игры, контента и усиление руководства. Здесь больше вопрос заключается в том, что ребята, которые возвращаются в игру, которые вот недавно хотят зайти в игру, то есть новички, возвращающие ребята, типа, прежде всего новички, вернувшие искатели приключений. То есть здесь больше акцент именно на то, чтобы удерживать аудиторию и привлекать новую. И здесь, да, они хотят немножко там поработать, тот же самый путь героя переработать. Вот. Но тут в большей части написано, что... Проблемы с прохождением истории. Такой кек. История самая простая, что есть в игре. Типа, зачем ее... Ну, ладно, ладно. Это вопросы к разработчикам. Ребята хотят удерживать аудиторию. Вот. Потому что она расходится. Потихоньку, к сожалению, да. Тот же самый соло-левелинг затащил очень большую часть нашей аудитории к себе. Но, да, у соло-левелинга есть свои большие проблемы. Очень большая проблема. Вот. Я бы сказал бы, проблемы соло-левелинга больше, нежели в самом Гранд Кроссе. Вот. Это повод поговорить в отдельном видосе в плане проблем. Но, да, они там есть и они огромные. Вот. Разработчики будут пытаться их сейчас исправлять в новых патч-ноутах по тем скринам, которые я видел по будущим обновлениям. Шанс на то, что соло-левелинга все же как-то приживется и не будет просто проходной игрой. Но больше шансов, больше надежд, скажем так, сейчас на оригинал идет. Нежели на соло-левелинга и с грехами разработчики. Вот сейчас прям я даже не знаю, как комментировать. Потому что давайте начнем читать часть патч-ноута, которая была воспринята крайне критично нашей аудитории. В принципе, аудитории. Хотя, по реакциям тут практически вообще никто ничего не понял. Вот. Потому что она не выделена как отдельный шрифт. И это было на корейском. То, что мы читать особо не умеем. Сезонные фестивали. И Гаутер, который сейчас выходит, он выходит в рамках традиционного сезонного обновления. Только он получился не сезонным героем. То есть сейчас фестиваль Гаутера, его не должно было быть. Сейчас должна была быть какая-то весенняя витрина. Сезонная, например, с тем же самым Гаутером. Вот. Который был бы не ЛР прокачки, а СССР прокачки. И был бы сезонкой. Но нет, разработчики решили сделать его не сезонкой, а сделать его полноценным фестивалем. Вот. Хорошо это или плохо. Но у меня прям явного ответа на это нет. Но они сделали его фестивалем. И говорят, что, ребят, у нас будет дальше еще больше фестивалей. Вот. А они будут это продолжать дальше. Мы идем вперед. Да. Кстати, на фестивале награды за 300-600. Теперь добавляются герои классов, которые есть... Ну, короче. Гаутер сейчас за 300-600 гемов. Вот. Наконец-то они это сделали. Это, на самом деле, облегчение. Достаточно-таки большое облегчение. Потому что выбивать Гаутера исключительно из витрины, а не из гарантов. Ну, кроме за 900. Это прям тяжело. Я вспоминаю старые времена, когда у нас не было гаранта на нового героя. От слова совсем. То есть вы могли покрутить около 2000 гемов, и игра скажет, что вы не получили ни разу нового героя. Вы его не получали. Вот. Потому что у вас есть шанс, если вы 5 раз не получили SSR-ку, получить SSR-ку на 6-й мультик, но при этом будет рандомная SSR-ка. А дальше вы опять крутите 5 мультиков. Ну, не подряд обязательно. Вроде как не подряд. Вроде бы как. Я точно не помню. Было слишком давно. И неправда. Вот. Можете забудить меня за это. И сейчас разработчик говорит, что за 300-600 ей шанс выбить с гаранта нового LR-героя. В принципе, прикольно. Давно была пора это сделать. Вот. Но они это сделали только сейчас. Вот. Кроме того, поскольку сезонные мероприятия проводятся как фестиваль, продолжительность мероприятий и разнообразие товаров, которые можно будет приобрести во время фестиваля, также зависит от масштаба фестивалей. Помогите вашему герою прирасти в различных путях, которые мы подготовили для него. Короче, тут идея в том, что награды сейчас будут не соразмерно сезонки, а именно соразмерно фестивалю. То есть ежедневные награды, которые мы будем получать, они будут больше. То есть всяких инвентах, тому подобного плана. И я уже делал разбор на МК Варенти 2. Вроде как на нее. О том, что коинов Суперпробуды там столько много. И в предыдущих фестивалях там было столько много манит Суперпробуды, что я такой немножко поверил в светлое будущее этой игры. Потому как нам этого будет хватать и на нового героя, и на старых героев. Вот. И даже не особо роляют ключи шплефорта Салгарис. Вот. И походу то, что они не будут их переделывать. Вот. Они просто сделали в обновлениях больше манит Суперпробуды, больше ресурсов, которые позволяют нашему аккаунту расти. В светлое будущее. Ну, если мы еще не бросили игру. Вот. Хотя, с другой стороны, вот здесь больше, наверное, акцент. Вот здесь. Такого плана, где они говорили об решении работы с контентом и усилении руководства. Когда новичок начинает играть, либо какой-то олд решил вернуться. И он возвращается во время какой-то плохой витрины. Ну, он долго не задержится. А если будут постоянные фестивали, главное, чтобы фестивали не были во время коллабов. Это единственное что. Потому что если не сделают выход коллаба в фестивале в один день и крутили, либо коллаб, либо фестиваль. Я скажу, ого-го-го-го-го. Спасибо, разрабы. Но, с другой стороны, постоянное наличие фестивалей. Именно с положительной стороны. Это то, что у нас всегда есть ресурсы в ивентах Которые помогают Расти нашему аккаунту еще быстрее Это поможет вам нагнать Скажем так, хотя бы каких-то китов Маленьких китов, таких, косаток Вот, но с другой стороны Есть проблема то, что нужно крутить эти фестивали Фестивали ультозависимые Вот, да, я понимаю, Гаутера может сказать 1-6, хватит с ним, все И это на самом деле будет правда Так же самое с Артуром, 1-6 за глаза хватает Все, спасибо большое Да, 3-6, 4-6, они смотрятся намного интереснее Но на данный момент мне нравится то, что При 1-6 эти фестивали все еще могут Играть, им единственное, что нужна Внешка, вот И да, сейчас будет намного меньше именно скип Баннеров Потому как, ну, блин, из последних баннеров Зеленая Дианка очень важна В ПВА активности, например, на то же самого Короля Демонов можно пройти С новой Дианкой, нового короля А потом у нас вышел Артур 1-6 хватает за глаза Гельда, мастхэв в ПВП Очень мощная малая Выходит сейчас Гаутер, который мастхэв в ПВП И это именно другая формация И Выходит МК Варентин 2 под Рототоска Который вроде как бы тоже надо Но если осознать Момент того, что сейчас фестивалей будет Больше То есть не так, когда мы привыкли Там один весной, там один летом, один осенью И там два зимой Нет, и сейчас будет больше То есть уже давно нет такого именно Распределения, что вот У нас есть Холиварф фестиваль Да, ребят, если что у нас есть Холиварф фестивали Это война ангелов против демонов И там фестивальные герои Ангелы либо демоны И Коиншоп предаток Уже нет Уже ангелы появляются и в других витринах То есть это уже нет такой Эксклюзивности Не инклюзивности Эксклюзивности Вот, именно эти фестивали Сейчас просто в фестивале выходят И там всегда есть какой-то хороший предаток Вот, так же самое и сейчас Разработчики хотят акцентировать внимание на том Что уже не будет сезонных героев Будет сезонный фестиваль Вот И я не знаю То есть здесь палка о двух концах С одной стороны Мне нравятся награды Которые даются во время этих фестивалей Сезонных Вот, потому что это реально Очень хороший бурст для роста моего аккаунта С другой стороны Теперь нужно думать Какую формацию и какой в принципе Фракции я хочу играть Потому как дальше Разговор идет о том Что Извините, но скоро выйдет Но, ну, именно продолжение Тридцатая глава выйдет К пятой годовщине Это начало лета Вот И первая глава Семи смертных грехов Четыре всадника апокалипсиса Выйдет ко второй половине Пятой годовщины Вот То есть у нас начинается Эпоха всадников апокалипсиса А здесь есть один маленький момент Что новые герои будут выходить Валоевными И четыре всадника апокалипсиса Это не Семь смертных грехов Это будет новая Фракция в игре И У меня вопрос Я сейчас играю Основная моя пачка Это Семь смертных грехов То есть Мел Гаутер Светлый бан И там Типа Враг Мэрин Фестивальная Четвертый слот Стандарт Ничего нового Просто хайбк И хороший темп От первого хода От второго хода Такой себе темп Вот Да Фестивальная пачка У меня просто микро умер На моменте И у меня вот единственный вопрос А если выйдут четыре всадника апокалипсиса Они же не семь смертных грехов Они будут как-то синергировать Друг между другом Возможно Эта вот именно команда Станет скоро не тир один пачкой Демоны тоже могут стать не тир один пачкой То есть возможно Устаревание всех Нынешних героев Кроме ПВЕ героев Которые ну в принципе Всегда будут актуальными То есть ПВП мета Может в ближайшее время Скажем так Пятой годовщине Полностью поменяться Ладно Не к пятой годовщине К следующему фестивалю Возможно полный слом Меты И опять таки У меня несколько вопросов Сейчас будут сезонные фестивали Окей хорошо Где Рагнарёки Ну Рагнарёков нет Где катастрофы Катастрофы Если не брать Синюю Рокси И красную Рокси Редко-редко доиграбельная Это же мёртвая Ну типа мёртвый класс Героев В игре Кроме ГВ Вот и то на ГВ Как бы играет только одна Рокси Мол на так себе Вот Рагнарёки Ну чисто Неизвестно ПВЕ юниты Ну тоже непонятно Я хочу видеть продолжение Вот реализации Этого всего Сейчас демоны И вот фестивали играют Всё Архангелы Релик Маэль Получил Я его скоро сделаю Вот Но я Почему-то Очень в больших сомнениях То что Релик Маэля Прям настолько сильный Что арки вернутся в мету Нет Они не вернутся в мету Это Лично моё наверное Мнение По этому поводу Ну а мы посмотрим Потестируем его В ПВЕ Короче Патч ноут Вот именно Здесь есть Очень маленький нюанс В том что Да Фестивалей станет больше Их тяжелее будет крутить Но награды Всегда будут фестивалями У нас не будет Обновы Где там будут Ну вот ребят Получите просто Баттл ивент В Шпильфорта Салгарец Всё Ну там возможно Там донат в гильдии Ну в деревне Всё То есть всегда Ивентов будет больше Наград будет больше Монет супер пробуды И тех других ресурсов Которые мы будем получать Их будет тоже больше Но да С облегчением Скажем так Получения основных ресурсов У нас будет Утяжеление Получения новых Фестивальных героев И вообще в принципе Фестивалей как таковых И здесь да Полка в двух концах И я не знаю Это хорошая обнова Либо плохая обнова И опять таки Ну просто Такое огромное Безразличие К большому количеству Игроков Ну героев Те же самые Катастрофы Которые Ну наверное Рагнарёки То есть тоже Феи Которые ну даже Не попытались поиграть Великаны Которые ну не играют Вообще от слова Совсем Я уже просто По разу могу пойти Вот То есть это Проблема для грехов Вот Но мне нравится Количество ресурсов Новички Сейчас обрадуются Вот И особенно ребята Которые покупают Хотя бы месячную подписку Для того чтобы Включить хотя бы До первой копии Каждого героя Либо каких-то героев Скипать Вот Потому что например Артур не всем зашел Его скипали Да он сейчас Очень важный в ПВЕ Контенте Например на топовые очки Но без них Можно пережить В ПВП Можно поиграть Чем-то другим Например фестивалями Либо демонами Вот И в дальнейшем Это будет потихоньку меняться И да Вот здесь единственный Нюанс Что Каждый новый фестиваль Будет усиливать Ту-либо иную команду И у нас уже наверное Не получится посидеть На всех стульях И поиграть За всеми командами Придется выбрать Ту команду Которая вам больше нравится И пытаться играть на ней То есть это либо демоны С гельдой Либо грехи с гаутером Либо даже без гаутера С старым зеленым орелькином Да Я его уже называю старым Хотя он вышел Совсем недавно Вот То есть здесь уже У нас будет Особенно если не хватает гемов Прям выборка Из того Какими героями И чем поиграть В пвп В пве И тому подобного плана Поэтому да Наверное Больше акцент на пве героях Пвп мета Слишком изменчива Вот Ладно Это был обзор Такого Скажем так Немножко непонятного В начале Просто Вкидывающий Немножко такой Хандру Потому что нет Вообще ничего интересного Да Реорганизация Просто пока на словах Никакого визуала И потом Вот здесь без выделения Контента Но Фестивальные герои Сезонные герои Сезонные фестивальные герои Такого плана Ладно Сделано хитро Сделано непонятно Вопрос Как это в дальнейшем Реализуется Аукнется ли нам То что мы позволяем Игре Сделать нам Постоянные фестивали Хотя для новых игроков Это будет прям реально круто Они не придут Во время выхода Какого-то Тристана Без ивентов Они зашли в игру Такие А подожди А где ивенты Их нет А где герои Которых я хочу покрутить Их нет А кого мне крутить Непонятно МК Валентий 2 Это Просто если бы не было Фестиваля с Гаутером Вышла бы МК Валентий 2 Вышла бы парочка ивентов И на этом все Не было бы той кучи ресурсов Которая есть в этом почтном С этой обновой Которая выйдет уже завтра Я считаю По большей части Это плюс Наверное По большей части Вот Но да Фестивали И до 1.6 Сейчас уже Становится Просто Масхев актуальны Потому что у нас не хватит Столько много гемов Крутить практически каждый месяц Фестиваль Потому что будет Фестиваль Калаб Фестиваль Фестиваль Калаб Фестиваль Фестиваль Калаб То есть такого плана у нас будет По Ланям Витрин Пишите ваше мнение В комментариях Мне интересно послушать Ваше мнение Потому что свое мнение Я высказал Я очень рад Большому количеству ресурсов Которые входят Вместе с этими фестивалями Ну а вы пишите Как вам в принципе Эта обновка И Да В этот нашумевший Патчноут Пишите ваше мнение Интересно Ну а я обещал На стримчике сделать Обзор этого Патчноута Я его сделал Да и реакция В студии Вот так что Давайте Спасибо большое за внимание Подписывайтесь Ставьте лайк Если будет еще много контента Ну а я пойду Сделать какой-то Интересный контент В самой игре Вот Вы же не пришли сюда Смотреть мой канал Сейчас для того Чтобы я разговаривал Поэтому народ До скорого Увидимся На каком-то Новом Сезонном фестивале Либо уже Скорее всего На катагировщине Которая будет летом До скорого народ Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok